Консерваторы — это больше, чем политическое движение, целая философия с течениями. Здесь можно встретить тех, кто против небоскрёбов и за одноэтажную Америку. Другие будут отстаивать право на оружие, а третий — убеждать в исключительности американской нации. Мы спрашиваем участников, а что же объединяет консерваторов США? Мы выступаем против любой формы коллективизма, против левых взглядов. Мы поддерживаем индивидуальные свободы. Консерваторы — это те люди, которые выступают за снижение налогов, за сокращение госаппарата, чтобы чиновники работали по Конституции. Мы за то, что сделала Америку великой. За то, за что Господь благословил Америку. Вся эта либеральная помойка, когда вы не знаете, мужчина или женщина заходят в нужный туалет, — это какое-то недоразумение. Хаос, а не Америка. Такого не должно быть. Мы за традицией. Сверять часы американские консерваторы собираются ежегодно, но в год президентских выборов эти встречи самые масштабные — до 10 тысяч участников со всех концов страны. Вокруг Конгресс-центра, где заседают американские консерваторы, очень много полиции. Потому что не все в Штатах разделяют их взгляды и возможны провокации. Но еще сегодня здесь ждут первое лицо страны и главное лицо современных американских консерваторов — Дональда Трампа. Президент обратится с приветствием к собравшимся. Трампов на конференции много. Здесь дочь и сын президента, а еще люди из его администрации — Малвини, Помпео, Пенс. Все президенту подставляют плечо перед выборами. Критикуют главного конкурента погонки — Берни Сандерса, который за бесплатное образование, медицину, товарищ идет неверной социалистической дорогой. Консерваторам и республиканцам с ним не по пути. Демократическая партия стремится выдвинуть и поддержать ошибочную политику социализма. Как и говорил президент Трамп, Америка никогда не будет социалистической страной. Мы, консерваторы, обязаны передать подрастающему поколению — свобода, а не социализм, позволила нам стать самой сильной и процветающей нацией в мировой истории. У Сандерса, как и у остальных кандидатов, сегодня очередные праймерис — внутрипартийные выборы в Южной Каролине. Накануне социалист-демократ, как и положено революционерам, поднимал жителей штата на борьбу. Мы разобьем Трампа, собрав небывалое движение из людей разных рас, разных поколений, рабочих людей, которые борются за справедливость. За светлое и зеленое будущее демократы тоже агитируют. И вот в пику их идолу, шведской активистке Грети Тумберг, консерваторы Америки на своем конгрессе дают слово «анти-Грети». Тоже юная, тоже европейка, 19-летняя немка Науми Зайпт. Сторонник партии «Альтернатива для Германии» вводит дружбу с европейскими националистами, а еще она блогер, которая называет себя климатическим скептиком. Только пропаганды, которые убеждают в изменении климата, меня раздражает огромное количество молодежи, которые паникуют по этому поводу. Выбросы углекислого газа не вредят планете на самом деле. Человек, если и влияет на климат, то настолько незначительно, что нам не стоит фокусироваться на этом. Я общаюсь с учеными. «Анти-Грету» не так давно взял на работу Институт Хартленда. Организация не считает изменения климата делом рук человеческих. Кстати, с этим так называемым институтом плотно сотрудничает администрация Трампа. И активистку из Германии, консерваторы США тепло встретили. Она вписывается в их философию. Величие Америки прежде всего. И хоть трава не расти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова